Что ты вообще, с какого района есть телефон с камерой позвонить? Я не дам. А если найду? Не дойдешь. В Стамбуле есть районы, куда туристу и гостям города лучше не селиться, а посещать их лишь с целью получить дозу адреналина. Сегодня расскажем про самые опасные районы Стамбула. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали. Осторожненько. Район Казиос-Манбаша. Население района в основном составляет цыгане, мигрировавшие из Балкан. Район самый густонаселенный в городе и жилья в нем для всех не хватает, поэтому в районе множество нелегальных построек. Также в районе очень грязно и шумно, и процветает безработица и преступность. Район Гюнгюрен. Территория района условно разделена на две части. Одна из которых развита и застраивается различными фабриками и предприятиями, а другая спещерена нелегальными застройками, плохими дорогами, где царит низкий уровень жизни и заработится и преступность. Хотя я бы съездила по тебе с районами. Да, мы обязательно поедем в район. Район Кучук-Чек-Меджи. Район входит в пятерку густонаселенных районов и расположен на европейском берегу Мраморного моря. Маленькая впадина. Так переводится труднопроизносимое название местности со старо-турецкого Кучук-Чек-Меджи. Достопримечательностей в этом районе нет. На берегу озера Кучук-Чек-Меджи работает центр исследований в области ядерной энергетики Чек-Меджи. Здесь же расположен отдел по обучению и подготовке специалистов ядерной отрасли. А возле бухты в Мраморное море стоит кампус Стамбульского университета. Район считается неблагополучным. Здесь царит тотальная безработица, нищета, грязные улицы и преступность. Район Султан-Гази. В прошлом эта территория была частью района Гази-Осман-Паша. Но в 2008 году Султан-Гази получил статус отдельного округа. Здесь проживает около 500 тысяч человек, большая часть которых представлены этническими меньшинствами. Болгарами, югославами, курдами, сирийцами и армянями. Репутация у района плохая. Именно здесь весной 1995 года начались массовые беспорядки, которые быстро распространились на другие районы Стамбула и Анкары. Тогда в результате четырехдневных обстрелов и ополченского сопротивления погибли около 23 человек и около полутора тысяч были ранены. В целом район по-прежнему считается криминальным. Ходят слухи, что именно здесь располагаются штаб-квартиры экстремистских организаций. Но все же здесь есть одна достопримечательность. Это часовая башня, которую советуют посмотреть. И если вдруг окажешься в этом районе как-то, почему-то. Ну вот и все неблагополучные районы в Стамбуле. Как ты видишь, их здесь не так много. Можно их всех перечесть на пальцах одной руки. Да и то неблагополучными они считаются так в кавычках. Если ты туда попадешь, тебя никто не ограбит, не убьет. И не обязательно затащит тебя в какую-нибудь экстремистскую организацию. Просто неприятно от окружения и грязи вокруг. Да. Следующее видео также посвятим разбору районов, только уже с других сторон. Подписывайся на канал, пиши свои комментарии. Если есть вопросы, задавай их в комментариях, мы на них отвечаем. Всех обняли, подняли и немножечко хрустли, чтобы было приятно. До свидания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok